Сучки кэш, я живу опасно, ама-ха-сла, ама-ха-сла, у меня боков, те золотые стволы, все меня хотят, чего добился ты, деньги тихо... А если хочешь посмотреть полную версию клипа, то кликай по ссылке в описании. И всем привет, с вами Мистик и Лагер, и мы продолжаем кардкорный летсплой, и сейчас мы начнем немножечко развивать нашу еду, можно сказать. Окей. Чувак, слушай, а хочешь бамбука курнуть? Нет, спасибо. Нет, хочешь бамбука курнуть? Нет, спасибо. Хочешь бамбука курнуть? Нет, спасибо. Хочешь. Сейчас буду. Скотик. Я скоро буду, чувак. Ладно, возьми, в принципе, что не помешается, корова будет. Коровка, и ты коровка, и вы, вы делаете, делаете новую коровку! Мастер на одну корову больше. Кстати, Лагер, я здесь видел, что ходила вроде бы еще одна корова, если не ошибаюсь. А, тут ты чедреный коллайзер. Скоро у нас будет до хрена коровы, будет до хрена еды. И мы будем неупиваемой. А ты знаешь, что тут, короче, этот... Что? Дырка. Большая? Воу, какая большая, как твоей бывшей, но серьезно, там очень большая. Ну, если, как бы, ну, как бы, тогда нам не хватит ее. Человек, она настолько большая, что там могут поместиться человек десять. Да? Да, я думаю, что... Если они еще сыграют там, если они станции, там еще брейк-данса, там еще место будет еще для троих. Слушай, этот, и Саша нашел, или... Да, Сашенька, она самая. Ммм... По-моему, кстати, мои деревья некоторые выросли. Слушай, да я просто монстр. Монстр. Посадки деревьев, да? Монстр-содовод. Смотри, короче. Патентуй название, слышишь, а то сейчас через год выйдет фильм с названием Монстр-содовод и... Охрен. Смотри, в общем, такая тема. Теперь мы будем сжечь только на березовых досках, хорошо? Мы будем сжечь березовые доски, потому что я сказал, что Буратино плоский. Ну, типа того, но... Только чего? Че-че-че-че-во? Не, просто, да, мне тоже не нравится, Никита Белый, не расизм, белотизм. Я не знаю, что это назвать, но все равно это же, что я еще на корову нашел. И кажется, она нам скоро принесет пополнение, а ну, шла отсюда. Она злой топтала бы, не слышно, а ферми. Я боюсь, что если я сейчас открою дверь, то у меня остальные коровы вбеку. О, и третьего, за ногу. Криперов, штук пять вообще. Чувак, 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 помоги мне, помоги, 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 серьезно. А, все, они вообще играть не умеют. Они утонули. Блин, где? Кто? О, все. Шла отсюда, шла вон. Все, закрыли. У нас теперь, слушай, три коровки большие и одна маленькая. А, слушай, смотри, ну, давай я тебе кое-что покажу. Иди сюда. Ты меня интригуешь. Иди сюда. Подожди. Ну. Одень вот это. Допустим. И... За мной, за мной, за мной, за мной. Идет. Да иди сюда, господи. Вот зачем мне одевать эту глупую маску? Иди. Ты хочешь мне показать зеркало? Да. Интересно. Двигайся, двигайся туда, давай. Там паук. Там крипер. Куда ты, блин? Ну, стой. Стой, иди туда. Туда иди. Слушай, кстати, а, крипер, по-моему, боится, да, этого? Никого он не боится, иди сюда. Они не будут лезть, если я буду в маске? Не знаю, я это и хочу проверить. Почему ты туда не упал? Так, пауки нас сейчас, по идее, не должны трогать, да? А, где... Трогают. Лагерь спаси. Лагерь не нужна твоя помощь. Прости. Саак, я его поздравить. Поди есть, и да, я надеюсь. Я пошел отсюда. Ужедреный колодец, и там чуть 500, а может 800 там, да, блин. А что вы потеряли, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, 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 и так далее. Мне этот звук не очень понравился. Ты уронил мою маску! В смысле, я ее проснял, по-моему. А, господи, я думал, ты ее уронил. Или уронил. Нет, я ее снял. А то, смотри, таких всего четыре шутки. Ты слышал опять, я слышал только что звук зомби. Я слышал звук хрю. Нет, это был не хрю, это был... Ну, ты понял, в общем. Нет. Я тебе так вкратце описал этот звук. Ну, в принципе, довольно... Коровки, когда ты вырастешь, ты заколебала. Жари. Краткость, там, сестра таланта. А что, подожди, топором, правой кнопкой мыши делается вообще. Я правую кнопку нажимаю, он просто... Махает. Махает. Он, короче, стругает, знаешь, это стругает. Ядреный коллайзер. Он, что, дебил? Я не знаю, он... Почему он долбится в стену? Зачем его начало бить? Я не знаю, но, по-моему, он сейчас двой. Чуть. ЛАГЕР! Проиграл, проиграл. Твою дивизию, серьезно. Проиграл, проиграл, проиграл. Волш. Я не думал, что он так много снимает. Проиграл, проиграл. Слушай, да я себе даже еды не выпало. Похлинки, корочок. Проиграл, проиграл. Я же только сделал ферму. Лол проиграл. О, этот паук уже 30 дней добиться. В общем, ладно. Раз у нас закончился хардкорный мейнсер. В смысле у нас? В смысле у нас? Крямый ты. В принципе, я уже давно подумал о том, чтобы начать, собственно, какой-нибудь летсплей интересный на интересной сборке, где будут новые моды, которых мы еще не знаем. Будут моды, которые мы знаем, чтобы мы хоть немного не тупили. Взять изменить человека, который знает эти моды, чтобы он нам рассказал. И, в принципе, получился довольно такой красочный, интересный летсплей с разными модами. Такой какой-нибудь летний, не знаю. Так что покидайте разные сборочки, если вы знаете какие-нибудь охрененные летние сборки с хорошими модами, интересными, на которых можно будет весело поиграть. Собственно, если вы видите какую-нибудь сборку интересную, которую кинули, то лайкните этот комментарий, чтобы они вышли в топ, и мы заметили его и заметили эту сборку. Так что, Сиан, спасибо за просмотр. Вот такой вот у нас был кардкорный летсплей. Мы, как обычно, раки. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Вас приветствует канал Лагерфит, и я хочу задать вам несколько вопросов, как, ну, так сказать, как пресса. У вас есть свободная минутка? Алло, Ярослав, вы на связи? ПИП. Окей, Ярослав, первый вопрос будет таким. Вот, как вы прокомментируете свой последний летсплей? Кажется, он называется хардкорный. И как вы можете описать его в целом? ПИП. ПИП, это автоответчик. Ярослав, мы знаем, что вы там. Здравствуйте, вас приветствует Мистик. Это автоответчик. Оставьте сообщение после гудка. ПИП. Ярослав, я сижу всего в трех метрах от вас, так что не думаю, что это на этот раз прокатит. ПИП. Итак, вы сможете ответить на наш вопрос? Ваше сообщение было доставлено. Ожидайте ответа, я вам перезвоню. Ярослав, положите телефон, не надо включать музыку такую, музыку для ожидания. Я все-таки могу даже тыкнуть вас сейчас. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Ай, ПИП. Да, да, да. Какой вопрос? Можно, пожалуйста, повторить? Я просто отходил, тут мой друг сидел автоответчиком. Окей, будем вкратце. Как вы можете описать последний ваш летсплей? Он назывался хардкорный. Это был, наверное, самый удачный летсплей. На нем набралось 4 миллиона лайков на каждой серии в минуту. Мы сняли 180 серий, ни разу не умерли. Убили 10 драконов. Собрали 10 яиц драконов. Повесили их себе. Долго не смогли проходить, сняли. Мы убили пару визардов. В общем-то, был очень-очень плохой летсплей. Мы даже серии продержали. Что с нами стало? Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, очень популярный в массах. Из-за кого был провален этот проект? То есть, кто стал виновником того, что проект закончился? В общем, тут нужно просто провести диагональ такую небольшую. Параллель, точнее. Есть как бы два уровня у нас на нашем проекте. Хардкорный Майнкрафт. С одной стороны, есть мистик. С другой стороны, есть лагерь. Оба как бы пытаются что-то делать, чтобы, знаешь, не отходить от этой линии далеко и вместе следовать по этой линии. Но когда один идиот отходит далеко от линии, меня прижимает прямо к линии и режет пополам. В данном случае этой причиной стал лагерь. Он сам об этом не знал, но он подтолкнул меня, можно сказать, к моему такому неловкому и немного необдуманному шагу ударить Эндермена. Собственно, начав вот эту вот херню, мутузенье Эндермена, я и подставил, можно сказать, наш хардкорный Майнкрафт под удар. С меня выпали доски, стрелы, деревья. Я не знаю, как во мне поместились деревья, но только богу судить. Так что да, в общем, виноват лагерь. Окей, спасибо вам большое за ответ. И у нас есть последний вопрос, такой жаркий, горячий. Говорят, что вот у нас есть запись, что как бы вы были виновником. И скажите, это правда, что вы хотели просто избить какого-нибудь черного человека? Я же сказал, тут есть параллель. Вы просто смотрите не с той вышки, понимаете? Вы как бы, были бы вы лагером, вы бы, в принципе, тоже не поняли. Потому что он далеко отошел уже. Я же говорю, линия, понимаешь? Линия. Ты вот идете по линии просто. Не переходите ее, потому что вас разрежет. Вы связаны ниточками, понимаешь? Ниточками. Карл, ниточками. Вот, идете прямо вместе. Можно даже не держаться за руки, в принципе. Это не обязательно. А когда какой-то идет, уплывает на лот. Вопрос возникал. На лот. Вот вы в параллели вот шли всегда за руку, да? Да, нас разделала только одна полоса. А, да, да. Ну все, женская линия, можно сказать. Мы в масти продажи, да. Лагер пытался к ней стремиться, но она его все отталкивала, отталкивала. Он отходил все дальше, дальше притягивал меня к этой линии. И я же говорю, параллель, понимаешь? Линия. Тут моей вины нет. Тут просто нужно судить немного с математической точки зрения. Собственно, составить всякие там теоремы. Алгоритмы. Ну, а как же Пифагор? Ты понимаешь? А, да, да, да. Теорема Пифагора, да. Как бы вот идешь по линии, все, там идут немцы, короче, плачут. Что дети будут делать? Родители как бы сидят там вот. Оп, оп, скамкали, там картошка фри, и все. Все. А ты понимаешь, ты идешь как бы, и телевизор валяется, а ему никто не поможет, понимаешь? Он переел, он просто ест мороженое и толстее. Это ужасная новость. На самом деле, это старость, старость. Старость очень сильно вредит Майнкрафту. Ты понимаешь? Просто параллель, параллель. Понимаю, да. Вот я почувствовал эту параллель, теперь да. Да. Теперь я думаю, вы поняли, что в этом летсплее виноват не я немного. То есть параллель, понимаешь? Параллель. Да, вот такая тонкая очень, тяжело заметить. Я вот сейчас просто показывал параллель, параллель. И чуть экран не разделил. Параллель, понимаешь? Параллель. Ну просто он у меня слишком широкий, понимаешь? 21 на 9. Параллель. Будет 10 с половиной на 9. Почти что идеально, понимаешь? Квадрат. Параллель. Совершенство. Бисектриса. Параллель. Окей, Ярослав, мы поняли вашу точку. Параллель. Мы поняли, что вам параллельно, как закончится этот сплош. Скажите. Нет, нет. Давайте еще вопросы. Вы просто знаете, начали подходить к сути, но так и не касаетесь сути, можно сказать. А как же параллельно? Вы ходите вокруг, да около, да в около. А, окей, в таком случае, вот только что из комментариев я прочитал новый вопрос. Чики Ченоколо. Ну вот он прям свежий. Шан Цинрагукол. Самый свежий. И Цингачкук только что обиделся в комментариях. Мы просто идем прямой эфир. И Цингачкук, которого вы упомянули. Он сказал, что ему было обидно. Я сказал, что Цинеггер. Ему было обидно. Окей, и еще такой вопрос. Считаете ли вы свою последнюю песню успешной? А она еще не вышла. У меня последняя никогда не будет. У меня будут новые всегда. Понимаешь? Тут есть такая параллель просто. Грань. Как бы с одной, которые вышли. А с другой, которые еще не вышли. И как бы пока те, которые не вышли, они как бы передавлют. Они тянут, понимаешь? На себя и делят. Как бы делят. На параллель. На параллель. Да, да. Вот. Вот это суть, я понимаю. Вот это суть. Дамы и господа. Последствующая вопрос. Это была суть. Ну, в принципе, я думаю, что мы можем заканчивать наш такой небольшой опрос. Возродиться. Вы не можете возродиться в режиме. Не выкинуло. Я удалил мир. Ну все, увольняю тебя. Меня залагало. Пока. Майнкрафт залагал сильно. Свои силы. Сильно, сильно залагал. Не столько раз, не боюсь. Нет, подожди, я сейчас ножницами тут эту фигнюшку просто... Монитор, параллель проведи. В общем, у меня крашнулся Майнкрафт. Я надеюсь, серия у меня записалась, потому что она получилась довольно красочной. Потому что параллель как бы разделяет немножечко. Я уже тоже начал царапать монитор. Да, я надеюсь, что вы своими лайками через эту параллель вытянете дизлайки и просто их распепелить их не будет. И у нас на этой серии будет очень много лайков, потому что это нам очень сильно поможет. Не забывайте скидывать нам в описании сборку какую-нибудь хорошую, которая вам больше всего нравится и подходит под летний летсплей. И ставить лайки. А с вами был Мистик и Лагер. Всем удачи, до новых встреч. Пока.